Убийство Александра Михайловича. Рублевки возле дачи ЦК. Убивают детей страшными садистскими методами. Господи, как это вообще возможно-то? Ну должен же он ошибиться. Не может он мне оставлять следу. Друзья, здравствуйте. 5 марта 1953 года, то есть 70 лет назад, случилось одно из самых знаковых событий в истории Советского Союза. Умер Иосиф Сталин. И об этом мы сегодня поговорим. Точнее не только о его смерти, а о борьбе за власть, которая началась после его смерти и к чему она привела. Ну давайте посмотрим на Советский Союз образца 1953 года. Выиграна Великая Отечественная война. В стране огромная стройка. Страна восстанавливается. С одной стороны, во внешней политике, начало холодной войны, начало противостояния с Соединенными Штатами Америки, начало противостояния вообще со всем капиталистическим миром. Очень хорошее отношение с Китаем, хорошее отношение с Кореей. Сталин помогает Корее, Северной воевать с Кореей и Южной. Социалистический блок, да, это Польша, Венгрия, Румыния, Чехословакия, ГДР. Все под полным контролем. С Югославией очень плохие отношения, потому что в Югославии сидит такой же мини-Сталин, которого зовут Кита, и у них ужасные отношения со Сталином. Он не хочет быть младшим братом, он хочет вести такую смешную политику, быть и в советской системе, и быть с капиталистическим лагерем. Германия разделена на две части. Существует Западный Берлин, которому недавно вот устроили буквально за подписью Сталина блокаду очередную, да, потому что снова там было напряжение, еще нет никакой стены, она возникнет при Хрущеве, но тем не менее. Во внутренней политике происходят следующие вещи. Сталин стареет, он становится все более недоверчивым, он становится все более подозрительным, везде мерещатся заговоры. И Сталин продолжает, в общем, свою издубленную тактику, которую Мао потом назовет огонь по штабам. Я вам уже сказал, что Мао Цзэдун, посмотрите, если не видели еще этот ролик, Мао Цзэдун, конечно, у Сталина этому учился. Сталин начинает бить элитные группировки. То есть он все время это делал, с момента прихода к власти он постоянно тасовал элиту, расстреливал, сажал, перемещал, в общем, делал все так, чтобы не образовалась устойчивая элитная группа, которая могла бы сыграть против него, которая могла бы его сместить. И вот, ну, вкратце, ленинградское дело – это разгром ленинградской элиты. Еще вчера эти люди возглавляли Ленинград во время блокады, отстаивали город, сегодня они уже арестованы, как враги народа, шпионы, там, какие финские, немецкие, японские, неважно, это любое слово можно было подставить. Они расстреляны. Потом возникает история с резко поднявшимся антисемитизмом, и, собственно говоря, вот Вячеслав Молотов, который самый близкий во время войны человек к Сталину, один из самых близких, его жену арестовывают по подозрению в шпионаже, потому что в тот момент послом Израиля в Советском Союзе знаменитая Голдемейер, и они с женой Молотова, жена Молотова тоже еврейка, они говорят наидишь, и жена Молотова ей на какой-то вечеринке в посольстве говорит, я тоже дочь еврейского народа, это тут же становится известным. Еврейские дипломаты, израильские дипломаты бывают в доме у Молотовых, ну и, что называется, пошла вода в Иркутск. Дальше ее арестовывают, в общем, Молотов чудом удерживается и попадает в опалу. Следующий виток – это дело врачей, которые якобы в кремлевской больнице сначала Жданова отравили, а потом готовились отравить Сталина, и опять аресты, опять допросы, опять пытки, люди друг друга оговаривают и так далее и тому подобное. Элита находится в страхе, потому что эти репрессии конца сталинского правления, они начинают напоминать 37-й год в новом изводе, то есть достаточно жесткий. В общем, старые элиты понимают, что сейчас их, конечно, всех посадят, либо расстреляют, чтобы поменять, опять обновить элиты, и они падут жертвами этих чисток. И, конечно, они в ужасном состоянии, они в ужасном страхе находятся. И всесильные Берия в опале, и Молотов в опале, и, в общем, никому не прогарантировано будущее. Но, слушайте, вот прекрасный эпитет Насема Талеба, Черный Лебедь, да, и событие, которое прилетает из ниоткуда, вождь умирает. Как это происходило? Вот Сталин, кстати, готовить не любил, об этом все говорят, а есть любил. Вот. А я люблю готовить. И если вы, так же, как и я, любите готовить, мой вам совет, выбирайте для приготовления домашних котлет, пельменей и даже лазаньи фарш Инди Лайт. С фаршом Инди Лайт любое блюдо будет не только вкусным, но и полезным. Почему? Сделан фарш из стопроцентного мяса индейки. В нем очень много белка и гораздо меньше жира, чем в любом другом мясе. А фарш из белого и красного мяса индейки очень сочный и отлично сочетается с любыми специями. Что хочется сказать? Выбирайте счастья. Выбирайте Инди Лайт. Ссылочку на вкусные и полезные продукты от Инди Лайт я, конечно же, оставляю в описании. 1 марта 1953 года на ближней даче Сталина происходит традиционная, хотел сказать, тусовка. Ну, давайте назовем это дело ужином. Приезжают все из театра, все наши будущие герои собираются. Приезжает Сталин, приезжает Берия, Хрущев, Маленков и Булганин. Они сидят до 4 утра, выпивают две бутылки легкого грузинского вина, никаких крепких спиртных напитков не пьют. И потом ближе к 4 все разъезжаются. Сталин выходит и говорит начальнику личной охраны, что я вас сегодня беспокоить не буду. Ложитесь спать. И меня тоже не беспокойтесь, спать хочу. И по воспоминаниям очевидцев, это был такой необычный очень приказ, потому что Сталин никогда в жизни был помешан на собственной безопасности. Один из охранников Берия, с которым я там прочитал лет 5-10 назад интервью, рассказывал, что Берия охранялся, у него было 100 человек в личной охране. И когда Берия приезжал к Сталину, охрану Лаврентия Павловича к Сталину не пускали, и там было еще больше кольцо. То есть, понимаете, человек был действительно помешан на собственной безопасности. И вдруг он говорит, идите спать. Ну, идите, идите, все пошли спать. Он не выходит и не выходит, не выходит и не выходит. Ну, а к вождю никто же просто так не зайдет. Это же, ну, как-то не к соседу. Все боятся туда зайти. Ну, а вдруг он пишет какой-то серьезный документ. Звонки из его комнаты переводятся в другие комнаты. Тут отличный повод. Приходит спецпакет, то есть, почта из ЦК, и под этим соусом ее лично вручают вождю. Это 18 вечеров. Почему так долго к Сталину не заходил никто? Потому что прошел слух, что в малой столовой, которая рядом со спальней Сталина, зажигал свет периодически. То есть, вождь бдит. Просто занят. Мы его не отвлекаем. Ну, вот 18 приносит Сталину почту, и он лежит в этой столовой. На полу, без чувств, охрана его перетаскивает на большой диван. Потому что в столовую, потому что там больше воздуха. И начальник охраны моментально начинает обзванивать первых лиц. Берия, Маленков и Булганин. И эти первые лица приезжают в 3 часа ночи. То есть, в 18, 19, 21, 22, 23, 0, 1, 23. В 8 часов Сталин находится без медицинской помощи. В 3 утра приезжают эти господа. Причем они приезжают по отдельности. Сначала Берия приезжает, потом Маленков, потом они зовут Хрущева. Они все вместе приезжают. Посовещавшись, они говорят, слушайте, ну вождь устал. Ну, он работал над документами. Дальше история довольно мутная. Почему так произошло? Но факт остается фактом. Врачи приезжают в 8-9 утра. То есть, он уже большое количество времени лежит без медицинской помощи. Врачи приезжают и констатируют, что у Сталина парализована часть тела. Что у него было кровоизлияние в мозг. Дальше начинают там ставить, колоть препараты какие-то медицинские. Я не буду вдаваться в подробности. Я потому что в этом не понимаю. Пиявки, я помню, ставили за ухо им. Ну, какие-то такие вещи, которые, в общем, применяются при стенокардии, при гипертонии. Вот такие рецепты того времени. И Сталину лучше, конечно, не становится. 2 марта в 10.40 утра обозначенные товарищи плюс Молотов, Микоян, Ворошилов и Лазарь Каганович собираются в Кремле. В кабинете Сталина. И здесь такой важный очень штришок. Они уже все понимают, что старик не выживет. И они начинают делить власть. И вот такой штришок. В кресло вождя никто из них не садится. И они начинают, что называют, заниматься устройством государства. То есть, понятно, вслух никто не говорит. Но он сейчас помрет, а мы власть поделим. Потому что, ну, понятно, что если он выживет, тот, кто сказал эту фразу, сразу поедет моментально в расстрельную комнату. Тем не менее, вот заседание президиума ЦК КПСС. ЦК КПСС. И 20 минут они рассматривают единственный вопрос. Заключение медицинского консилиума. Сообщать ли народу или не сообщать. И пока решают эту тему приглушить. Причем Берия говорит, не надо никому сообщать ничего. Потому что, ну, как бы, что народ зря будоражит. И дальше, после заседания, два первых лица, Маленков, который считается в тот момент вторым лицом в Советском Союзе, и Берия, главный силовик, они вдвоем едут на дачу к Сталину. Это тоже важный момент. По одному ездить боялись. Потому что, а ну как, вождь проснется, очнется, придет в себя. А там только Маленков стоит. Или только Берия. А остальные, что значит, твари, ждали, что я умру. Ну, все, ну, дальше сценарий понятен. И, в общем, все уже понятно. Он не вышивет. Друзья, ни для кого не секрет, что продажи любого, даже очень хорошего продукта, во многом зависят от рекламы. Сейчас, когда мы все огромное количество времени проводим в интернете, лучшим способом рассказать о своем продукте является реклама в медиа. И для того, чтобы выделяться на фоне своих конкурентов, важен не только креатив и стратегия. Важна правильная реализация задуманного. Сделать вашу рекламу эффективной поможет МТС-маркетолог. МТС-маркетолог – рекламная платформа для привлечения и удержания клиентов с широким выбором инструментов. Таргетированные рассылки и обзвоны, онлайн-баннеры, рекламу в социальных сетях, программатика. Каждый из них вы можете использовать отдельно или комбинировать в рамках одной рекламной кампании. МТС-маркетолог позволяет запускать эффективные кампании с точным таргетингом по геолокации, демографии и интересам вашей целевой аудитории. Более того, у вас появится возможность предложить свой товар или услугу клиентам из базы МТС. Ну, тем клиентам, которые дали согласие на получение рекламной информации. В этой базе уже сейчас более 65 миллионов абонентов. Настраивать рекламу вам будет удобно на сайте или в мобильной версии со своего смартфона. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу вы легко и быстро освоите все возможности этой программы. Но если у вас останутся вопросы, вы всегда сможете напрямую обратиться с ними к представителю, к специалисту платформы. Поэтому, друзья, МТС-маркетолог станет отличным помощником для тех, кто хочет запускать эффективные рекламные кампании. Узнать подробности и подключиться к сервису можно по ссылке в описании. Я оставляю ссылку, переходите и подключайтесь. В этот же день, половина девятого вечера в 20.30, опять собирается президиум ЦК КПСС. Приезжает уже ряд врачей, например, профессор Мясников приезжает и говорит, что, в общем, шансы выжить минимальны. И товарищи начинают обсуждать последующее устройство страны. В этот момент уже допущены родственники, приезжает Светлана Алилуева, приезжает сын Василия Сталина. Василий Сталин в ужасном состоянии. Он, в общем, человек был выпивающий. Естественно, на него такая трагедия с отцом производит впечатление. Он начинает говорить, что отца отравили. Оттуда пойдет этот миф. Может, не миф, мы не знаем этого, но, тем не менее, пойдет оттуда верт, что Сталину помогли умереть. Он умер не сам. Наконец, решают партийные товарищи передать информацию широким советским массам. Пишут о том, что Сталин борется за свое здоровье. Я не помню точных формулировок. То ли он борется со смертью, то ли он борется с тяжелым состоянием. Все мы надеемся на то, что вождь выздоровеет. И так далее и тому подобное. Тем не менее, в 4 марта созывается последнее экстренное заседание бюро президиума ЦК КПСС. И там начинается уже дербан власти. Численность президиума сокращается с 25 до 11 человек. Правительство возглавляет Маленков, а его заместителями становятся Молотов, Булганин и Каганович. Здесь я еще маркером жирным подчеркнул. Фамилия Хрущева не звучит. Хрущев тогда кто? Ну, это такой вот. Он отвечал там, значит, за Украину. Потом что-то отвечал за какие-то партийные вещи. Ну, он как гопак танцевал у Сталина. Сталин очень любил. Никита, давай жарь Камаринского. Он жахал Камаринского. Там выпить не дурак, посмеяться. То есть, такой простачок-дурачок. И, конечно, никто его всерьез не воспринимает. И, собственно говоря, никто ставку на него не делает. 5 марта начинается агония. Я не буду сейчас все это пересказывать. То есть, Аллилуева очень хорошо описала последние моменты отца. Что умирал он страшно. В какой-то момент он пришел в себя. И обвел присутствующих таким страшным взглядом. То ли полным гнева, то ли полным страха перед приближающейся смертью. Потом началась агонь. И он вознес левую руку вверх, как бы что-то показывая. И умер. Там еще момент был по разным воспоминаниям. Очень хороший. Что, когда попарно приезжали, значит, к еще живому вождю, там, Маленков и Берия, Булганин и Хрущев, Молотов. Берия, когда Сталин чуть-чуть дрожал веками в попытке открыть глаза, Берия ему руки целовала. Говорил там. Моссий Виссарионович, вы держитесь, пожалуйста. Он так картинно себя вел. Все, дальше смерти. И 6-9 марта советский народ в больших количествах прощается со Сталином. Случается знаменитая давка. Людское море не иссякает и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, 9 марта Сталина хоронят. И дальше начинается грызня бульдогов за власть. Чтобы закончить со смертью, давайте коротко о версиях произошедшего. Ну, понятно, одна версия, она официальная. Сталин вел нездоровый образ жизни. Он был уже, в общем, пожилым человеком. Пил, курил, диету не соблюдал. У него гипертония развивалась, потом стенокардия. И, в общем, от этого он умер. Умер от старости. Первая версия. Вторая версия такая народная, что Берия с Маленковым его задушили. Третья версия, что отравили. Потому что при вскрытии был какой-то сгусток в легких найден. И врачи потом это объясняли, что больному давали кислород, кислородную подушку. И вот он в легких оставил такой след. И четвертая версия, в которую я на самом деле верю. Товарищи просто вовремя не оказали ему медицинскую помощь. То есть, она, может быть, его и не спасла бы, эта медицинская помощь. Но, на самом деле, настолько все были уже зашуганы. Настолько он всех достал, потому что он всех держал их в страхе. Они, конечно, боялись стать следующим, кого воронок ночью из дома примет. И они просто, что называется, сели и сказали, ну, давайте подождем. Ну, может, Господь его управит. И Господь его управил. Вот в эту версию я верю совершенно охотно. Потому что все их дальнейшие действия будут говорить, что да, да, они могли такое сделать. Все, он умирает. Дальше начинается борьба за власть. Моя бабушка, когда перечисляла советских вождей мне в детстве, она всегда мне там говорила, Ленин, Сталин, значит, Маленков потом был, потом был Хрущев. И когда я пошел в школу, никого Маленкова уже там не оказалось, да, там был Сталин, а сразу Хрущев. И вообще, это такой период, он был до Хрущева вообще мне совершенно непонятен. Только потом я, в общем, понял, что там на самом деле происходило. И действительно, Маленков был тогда очень популярен. Он был вторым лицом после Сталина. Конечно, никто не говорил, что он наследник, но он второе лицо, он глава правительства. И вот распределяются посты. После смерти Сталина возникает несколько группировок. Первая группировка – это старые большевики еще 30-х годов. Это Молотов, Каганович и Клим Ворошилов. Тот самый знаменитый Клим, который вместе с Буденным, герой гражданской войны, они в 1941 году писали о том, что и в условиях современной войны Красная Кавалерия может показать себя в боях и вместе с моторизованными соединениями наносить ущерб врагу. А там на них тигры перли, а эти вот на лошадей хотели красноармейцев сажать. То есть, вояки были, они в гражданской войне, наверное, хорошие. В Великой Отечественной живут, конечно, никакие. Но, тем не менее, вот эта группа, мы старые большевики, мы тут сейчас будем, значит, расписывать, кто куда сядет. Вторая группа – это люди, которые уже потом выдвинулись. Это Маленков, это Берия, это Булганин и это Хрущев. Хрущев, который партийный функционер, будем так говорить. И, собственно говоря, в результате первой перетасовки колоды вот у власти оказывается триумвират. Берия, который отвечает за всех силовиков в стране. Маленков, который глава правительства, и Хрущев, которому отдают партию. Вот таким триумвиратом шатким они предполагают править. Дальше вещи происходят вообще удивительные. Ну, о Берии вы, наверное, все знаете, да, что это один из самых кровавых палачей. Лично пытал, лично допрашивал и так далее и тому подобное. Мы вдаваться в это не будем, но, честно говоря, вот имидж Берии, если говорить современным языком, был, конечно, ужасающим. После Сталина это был второй человек, которого ненавидели, например, в армии за то, что при его содействии было перед войной вырезано просто половину комсостава Красной Армии. Жуков его очень не любил. Хотя есть версии, что они дружили, да, но из большего количества источников Жуков, конечно, его не любил. Его все боялись, а тут он получает власть над всеми силовиками. Конечно, это очень страшно, потому что все ждут от Берии государственного переворота, что он сейчас сядет в кресло вождя и всех их расстреляет и дальше, значит, поедет. Берия начинает выступать в роли либерала. Это я сейчас не оговорился, вы дальше поймете, почему. Берия выступает со следующими инициативами. Отменяются внесудебные органы. Реформируется система ГУЛАГа. А это достаточно известный факт, что смерть Сталина в ГУЛАГе, особенно политзаключенные, встретили с ликованием. Потому что ждали ее, да, что называется. Берия говорит о необходимости реформировать экономику. Понизить налоги крестьянству. Прекратить бессмысленные стройки, типа в вечной мерзлоте, строить железные дороги, где там в день умирает огромное количество людей. Железные дороги никому не нужны из-за малой проходимости. Берия начинает заниматься внешней политикой. И он говорит, надо с югославами помириться. Ну, Тита же, партизанский вождь, но он нам был союзник во время Второй мировой войны. Ну, что же мы так с ним из-за Сталина разошлись? Надо налаживать отношения с Югославией. В Берлине голодный бунт. И Берия летает в ГДР, летает в Берлин. И возвращаясь, он говорит, что надо объединять Германию. Ну, а что, будет единая Германия? Потому что это невозможно контролировать. Это город, который изолирован от всего Западной Берлина. Это все как-то негуманно очень. Говорит Берия. Надо осудить, конечно, сталинизм, говорит Берия. Потому что это ужасно. Все эти оговоры, пытки. Тут же он отменяет дело врачей. Не просто вот отменяет по-советски. То есть, взяли там вчера людей, посадили в каталажку. А пусть завтра выпустили. Нет. В газетах реабилитация всех участников дела врачей. Он возвращается к Менгрельскому делу. Потому что были большие чистки в Грузии. И оттуда вышибали союзников и, в общем-то, подаванов Берии. Последние сталинские репрессии. Он возвращается к Ленинградскому делу. То есть, он абсолютный либерал-либералович либералов. Если мы закинем мостик вперед в Хрущевскую оттепель, то мы поймем, что она, конечно, была более консервативна, чем предложение Берии. И это сейчас удивительно слышать. Но это было так. И начинается брожение. Потому что Хрущев и Маленков понимают, что Берия, который был самым непопулярным, вдруг сейчас станет самым популярным. Он на себя тут примерил пиджак, значит, либерала. Он проклинает сталинизм. Говорит, что пытки надо отменить. ГУЛАГ реформирует. То-сё, пятьдесятые. Во внешнюю политику полез. И у него все силовики в кармане. Но это нам сейчас совершенно не нужно. Он сейчас имидж себе поменяет и будет сидеть здесь царем. Нет, это совершенно нам не нужно. И вот Хрущев начинает договариваться с Маленковым. Ну, мы все знаем про эти заговоры дворцовые. Ну, никаких, конечно, клубов нет. Там, где там собираются люди. Втайне обсуждают сместить Хрущева. Конечно, я понимаю, что это были такие нормальные советские переговоры. В баньке, на какой-нибудь кухоньке, за стаканом. Вот люди по двое шушукали. Существует же версия, что Хрущев договаривался с Маленковым, а параллельно против Берия. А с Берией против Маленкова. И, в общем, как покажет дальнейшее развитие событий, может быть, так оно и было. Никита Сергеевич вступает в альянс с Молотовым. И говорит, ну вот вы старый большевик, Сталин вас обидел. А Берия придет, то он тоже вас загонит, замажает. Поэтому вы давайте с нами. Но самое главное, Хрущев заручился поддержкой Жукова. А Жуков в народе это маршал Победы. И ничего ты с этим не сделаешь. Да, было огромное трофейное дело после войны, когда верхушку Красной Армии и самого Жукова обвинили в том, что они огромными количествами, когда я говорю огромные количества, это значит прям составы, которые они увозили из Германии. Мебель, ковры, картины, вазы, хрусталь. Все, что вот это вот прекрасное слово «трофейное». Ну, какое это «трофейное»? Понятно, что «трофейное» это то, что получено по репарации, например. Да, там станки, то-сё, пятьдесят. А это просто такое банальное мародерство. И Жуков каялся, что я вот проявил мелкобуржуазность, часть купил за свои деньги, а часть, конечно, присвоил. Но впредь я обязуюсь и так далее. И гнев Сталин на него пал, и Сталин за это, в общем, жёстко покарал верхушку советской армии. И вот, собственно, Хрущёв говорит, что, ну, товарищ Жуков, ну, это же Берия там рядом был. И он знает, что Берия был рядом, что Берия участвовал в формировании этого трофейного дела. И вот такой консорциум собирается, чтобы, знаете, как в компьютерной игре, впятером завалить биг-босса. И дальше начинается вот этот вот, начинается смещение Берия. 26 июня 1953 года по инициативе Хрущёва собирается заседание президиума ЦК КПСС. Берия только что прилетела из ГДР. И вот, собственно говоря, он приходит на заседание президиума, и весь президиум обрушивается на него с критикой. Ему вспоминают участие в репрессиях, оговоры о невинных, пытки, с одной стороны. С другой стороны, ему рассказывают, что вы вообще каким образом предаете вообще делать наш коммунистическое? Вы хотите с Западом сближаться? Мы только что победили Германию ценой 27 миллионов в жизни, а вы хотите её обратно объединить? Вот это в стороны Югославии какие-то у вас попытки объятий происходят. Вообще, что делать? То есть, в экономику вы пытаетесь лезть? Берия пытается что-то возразить, но он всё очень быстро понимает, потому что дальше маршал Жуков заходит с военными, который был в соседнем кабинете, и Берию арестовывают прямо на заседании. Дальше был суд. Тут опять же сразу я забегу вперёд. Берия был расстрелян. Но существует версия, что никого суда не было, до суда суд несколько месяцев шёл, он до него не дожил, его там же в Кремле грохнули после заседания. Это тоже совершенно никем не подтверждённая история. Давайте то, что мы по общепринятым фактам Берию судят, и на этом суде ему вспоминают всё то, о чём я говорил, пытки, репрессии, то, сё, пятое и десятое, коррупцию, воровство и аморалку. Вот оттуда возникают знаменитые любовницы Берии, что ему каждую ночь возили девиц, что он молодых девушек насиловал, а в основном даже несовершеннолетних. Эти девушки возникают, тот даёт показания. Берия в конечном итоге признаётся, что он, значит, на какую-то националистическую группировку работал. А надо сказать, что одна из реформ, которая предложена была Берии, он предложил, слушайте, у нас 15 республик. Давайте сделаем так, чтобы войсками в этих республиках руководили всё-таки представители национальности этих республик, и первые лица тоже, чтобы в парторганизациях этих республик были национальные. В Узбекистане Узбек, в Грузии Грузин, в Молдавии Молдаване и так далее и тому подобное. Второе лицо пусть будет русский, но давайте раздавать такие жесты, что мы все одна страна многонациональная. И это ему тоже поставили в вину, хотя Хрущёв и потом Брежнев, именно так вся советская система и была построена. Первое лицо представитель республики, а второе лицо русский. Это во всём партаппарате было так устроено, и во многих силовых службах это было так устроено. И вот эта аморалка всплывает, она попадает в газеты. В общем, Берия шпион, это частушка знаменитая. Лаврентий Павлович Берия вышла с доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Вот, собственно, Маленков становится фактически главой государства. На вот этом сентябрьском пленуе 53-го года Хрущёв был избран первым секретарём ЦК КПСС, вместо Генсек он получил первого секретаря. Ну, и во всех, значит, вот этих вот титульных списках, в списках пула, как бы сейчас сказали, делегация партработников и высших лиц государств посетила, там, например, там, не знаю, Большой театр, футбольный матч, что угодно. Первым был Маленков. Потом это быстро поменяют, всех будут писать по алфавиту, Маленков будет не первым. Хрущёв будет последним, потому что, ну, одним из последних, причём фамилия на ха начинается, но Маленков не будет первым, это тоже важно. Вот это же, понимаете, Византия какая, да? Помните, как это у Ельцина было? Не так сели, когда он там вице-премьеров менял, да? Это всё очень важно в системе российского государственного устройства со времён империи. Кто как от царя сидит, кто как перечислено по фамильям, это всё такие вещи, которые на самом деле кажутся нам здесь, да, это какая разница, ну, там, что-то будет в вторым, третьем, пятом списке. На самом деле нет. Ну, слушайте, это всё лирика. В общем, Берия расстрелян. Берия расстрелян. Там прям была спецоперация. За одну ночь его там вызвали в Кремль, в Кремле его берут, в этот же момент во всех его домах, на дачах всю охрану меняют, приезжают люди с автоматами, с огоньком, как тогда называлось, всех арестовывают. В общем, они жутко боялись Берии, они пытались его быстрее расстрелять, и они в этом же году его, конечно, грохнут. И вот Маленков первое лицо, Хрущёв второе лицо, и Маленков на всех портретах, в кабинетах начинает висеть. Вот он, глава советского государства. Но мы же с вами понимаем, что Хрущёв уже вошёл во вкус. Он с помощью вот этой своей интриги Берия скинул, и теперь он будет играть против Маленкова. Сначала всё звучит чинно и благородно. У нас принцип коллективного руководства. Конечно, Маленков первое лицо, но мы тут все вместе, и вот у нас президиум ЦК, мы всё вместе коллективно будем решать. Маленков, на самом деле, начинает тоже выступать с инициативами. Критика аппарата за бюрократизм, взяточничество и пренебрежение интересами народа, коррупцию, как сейчас бы сказали. Ставка на обновление государственного аппарата. Ставка на подъём благосостояния трудящихся. То есть, это рост производства предметов потребления. Что это значит? Это значит развитие лёгкой промышленности. И Маленков за это очень сильно топит. Повышение закупочных цен у крестьян, поощрение всяких подсобных хозяйств и развитие колхозного рынка. То есть, ну, буквально, надо поднять село, поднять лёгкую промышленность, чтобы наладить быт, что называется, горожан советских трудящихся. И вот Маленков все эти реформы начинает воплощать в жизнь. Что делает Хрущёв в этот момент? Хрущёв понимает, что Маленков, так же, как и Берия, замазан во всех сталинских делах. Везде стоял подписи под списками расстрельных, ну, не всех списков, конечно, которые через его ведомство проходили. Что он абсолютно непопулярен среди молодых партийцев, молодых партапаратчиков. Вот Хрущёв делает ставку на среднее и младшее звено партапарата. Плюс у него ещё хорошее отношение с Молотовым. Но самый главный козырь в его руках – это Жуков. И Хрущёв играет ещё раз эту партию. Надо сказать, что борьба Хрущёва с Маленковым заняла продолжительное время, то есть пару лет. Хрущёв делает гениальные ходы, то есть образовывается, например, КГБ. И во главе КГБ становится Серов, который был человеком Хрущёва. С Жуковым у него прекрасные отношения. С Булганином, который в этот момент министр обороны, у него тоже прекрасные отношения. С Молотовым у них хорошее отношение. И вот Хрущёв начинает плести эту интригу. И в конечном итоге всё это заканчивается. В январе 1955 года Маленков снят с поста председателя Совета Министров. Как его снимали? Маленкова обвинили в участии во всех сталинских репрессиях, в поддержке культа личности. И поставили ему в вину то, на чём он строил, в общем, свой базис. Это рост потребления и улучшение бытовых качеств жизни советского народа. То есть развитие лёгких промышленностей. Потому что по заветам марксизма-ленинизма развивать надо тяжёлую промышленность. Которую делать станки, танки и всё такое прочее. А лёгкая промышленность, пиджаки и прочее, юникло. Это никому не надо. И, собственно, поставили ему это в вину. И вышибли его с поста председателя Совета Министров. И надо сказать, что его не посадили, его не арестовали, и он не сидел в тюрьме. И дальше он там вообще, по-моему, отвечал за все ГЭС Советского Союза. То есть его быстро-быстро-быстро убрали со сцены. Булганин занимает его место. А Жуков занимает место министра обороны. И таким образом Хрущёв, за которым вся молодая партийная элита, весь средний уровень. У него есть мостик со старыми большевиками в лице Молотова. У него есть Микоян, верно, его товарищ. Вот Булганин, с которым у них хорошее отношение. Всё. Хрущёв фактически становится главой страны. Вот в результате двух интриг. Человек, которого все считали дурачком, простачком, выпивохой, танцором. Человек, на котором никто не делал никакой ставки. Сыграл, знаете, как в футболе бывает, когда нападающего надо не спиной закрывать, а держать перед собой. Чтобы когда он принимал мяч, вырываться из-за спины и выбивать его. Хрущёв сыграл второго номера. Блестяще. И он их всех обыграл. И вот дальше Хрущёв начинает путь к своему триумфу. И такой пиковой точкой становится февраль 1956 года, 20-й съезд КПСС. И вот там Хрущёв говорит вещи, которые... Ну, это приблизительно как во времена Инквизиции говорили учёные, что земля круглая, их тут же на костре жгли. Приблизительно то же самое сказал Хрущёв. В открытой части, в общем, не было ничего особенного, в открытой части съезда говорились о нарушениях закона и массовых репрессиях, о просчётах и субъективных решениях Сталина в годы Великой Отечественной войны, о нарушениях принципа коллективности партийного руководства. Всё это было сказано. Но самое главное было сказано в закрытой части. Надо бороться с культом личности. Сталин за годы своего правления создал культ личности, массовые репрессии. И, в общем, вещи, которые Хрущёв говорил, они были совершенно шокирующие. Это была закрытая часть доклада, которая была потом опубликована и разослана в партийные ячейки страны. Вот по воспоминаниям современников, когда они это читали, многие рыдали, потому что они могли поверить, что Сталин, а ведь действительно многие его боготворили и считали, что он вообще лучший человек на земле. Когда они это читали, о массовых репрессиях, о беззаконии, у них лились слёзы, что на их глазах вот эта статуя, она с пьедестала слетает. И, конечно, Хрущёв тогда пошёл в супервабанк. То есть, в принципе, это нормальная традиция в любом правлении, когда ты проклинаешь предыдущего правителя. То есть, всегда в любой политике, как правило, есть два пути. Первый путь – я продолжатель верной дороги Владимира Ильича Ленина, как говорил Осип Виссарионович Сталин. Второй путь – это когда ты своего предшественника всячески представляешь в чёрном свете. Я вам рассказывал, как это было во времена войны. Алые и белые розы, как Тюдоры придумали Ричарда Глостера, Горбуна. И здесь то же самое. Но тут, конечно, не Ричард Глостер. Тут просто уже есть газеты, уже есть радио, есть телевизор. И вот, собственно, по телевизору, конечно, это в открытую ещё не говорят. Ну, всё, по народу всё это распространяет. Что Сталин-то, оказывается, о-о-о, о чём творил-то? И вот этот гром, этот гроза, это просто ураган, он начинает, естественно, пронизывать всё советское общество. От интеллигенции до рабочего класса. Все об этом говорят, о развенчании культа личности. И это, конечно, триумф Хрущёва. Это, безусловно, новый путь. И тут же появляются разговоры об оттепеле. И потом начинают печатать литературу, которая была до этого запрещена. И разрешают читать стихи у памятника Маяковского. И всё это культурно начинает расползаться по стране. И, казалось бы, Хрущёву ничего не угрожают. Но Маленков не репрессирован. Молотов, Каганович, Булганин, они живы. И они понимают, что, здрасте, мы же вот когда Берию скидывали, говорили о коллективном руководстве. Потом мы дали тебе загрызть Маленкова. А тут получается, что опять Никого коллективного руководства, и ты глава страны. И начинается заговор против Никиты Сергеевича Хрущёва. Начинается заговор так называемой внутрипартийной группировки. Вот это вот внутрипартийная группа, которая будет впоследствии названа антипартийной группой. Что она из себя представляет? Туда входят старые большевики. Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Молотов, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шипилов. Это впоследствии во всех газетах будет так появляться, потому что Шипилов то сначала за Хрущёва высказывал, то прочее. Вот примкнувший к ним Шипилов, который был там министром иностранных дел. И вот эти все старые большевики, они хотят, в общем, исполнить с Хрущёвым то же самое, что он исполнил с Берия, и то же самое, что он исполнил с Маленковым. А именно, 18 июня 1957 года очередное заседание президиума ЦК КПСС. И вот эта группа избирает председателем президиума не Хрущёва, а Булганина. Хрущёва тут же обвиняют в том, что он пренебрегает принципами коллективного руководства, что он совершенно не следует заветам марксистско-ленинской теории, что он тоже пытается построить культ личности и так далее и тому подобное. И, в общем, его пытаются не изложить. Но у Хрущёва в этот момент уже два сильных козыря. Это, с одной стороны, министр обороны Жуков, а с другой стороны, глава КГБ Серов, которые в этот день на военных самолётах доставляют в Москву молодую партийную элиту из регионов, которая, в общем, вмешивается в ход процесса и поддерживает Хрущёва. И ничего у старых большевиков и примкнувшим к ним Шипилова не получается. Более того, 22 июня 1957 года происходит пленум с КПСС, и действия вот этих людей были обозначены как антипартийные, направленные на пересмотр, внимание, это очень важно, на пересмотр решения 20-го съезда партии, то есть борьбы с культом личности. Вот, естественно, с пленум высказал полный респект Хрущёву и высказал за сохранение Хрущёва на посту первого секретаря ЦК КПСС. И два главных героя, это КГБ СССР Серов и маршал Жуков, глава армии. Вот эти два человека, они сделали Хрущёва Хрущёву. Это была последняя попытка атаки на Никиту Сергеевича, он становится главой Советского Союза. Всё, никаких больше противников у него не существует. Вот таким образом заканчивается борьба за власть после смерти Сталина. Что здесь интересного? Ну, во-первых, интересно, как люди в воздухе переобуваются, да? Ведь Хрущёв уже булганин в лицо бросил на этом пленуме. Ну, вы же тоже подписывали расстрельные списки по Украине. Что было правдой? И Хрущёв на это возразить ничего не мог. И они тоже ему все говорили, ну, вы нас обвиняете в том, что мы участвовали в репрессиях, что мы способствовали культу личности. Ну, все же этому способствовали. Ну, вы все здесь сидящие, все славили вождя. И если вам бы завтра сказали вашего заместителя сдать, да что значит заместитель? Он молотов жену сдал. И сколько таких случаев было? Вы все на это подписывались. Ну, ничего страшного. Все эти люди после смерти Сталина моментально переобулись, осудили культ личности, репрессии и поехали дальше. То есть, буквально это, в общем, многое говорит, ну, не то, что я не хочу говорить, о моральных качествах этих людей. Это политика. И понятно, что политика, она вот такая. И сегодня ты был за белых, потому что было выгодно, завтра за красных, потому что тоже выгодно. И вот они так и играли. Вчера ты был верный сталинский ученик, а сегодня ты, значит, ногами пинал его труп и скидывал его с постамента и всячески говорил, что культ личности это ужасное дело. Хрущев, в общем, дальше будет действовать так же. Вот прием Сталина, да, вот этого открыть огонь по штабам. Первой жертвой хрущевского воцарения пойдет маршал Жуков, который поедет в командировку в Югославию. А когда вернется, выяснит, что он уже не маршал обороны. Потому что Хрущев его снял. Вот так. И, собственно, Хрущев так же будет действовать. Он везде будет пытаться ставить свои кадры. У него просто это будет очень плохо получаться. Он разрушит отношения с Китаем, потому что Мао Цзэдун, когда услышал, он был фанатом Сталина, и когда он услышал, что из Москвы вот такая история едет по развенчанию культа, он понимал, что это до Китая тоже докатится, а он там свой культ личности строит. Ну зачем мне такая свадьба? И он, конечно, совершенно ужасные у них отношения были и личные, и государственные между СССР и Китаем, и личные между Хрущевым и Мао. Вот. И, собственно говоря, вот Хрущев с помощью интриг пришел к власти, но все это, его правление и оттепель, она сравнительно недолго продолжалась, пройдет еще совсем немного времени, и ровно теми же приемчиками, ровно той же интригой Хрущева сместят, и главой государства станет Леонид Ильич Брежнев. Вот такая вот история, да, то есть это, пожалуй, второй период после дворцовых переворотов в Российской империи, вот эти вот такие дворцовые перевороты в Советском Союзе, да, когда последовательно сначала умер Сталин, снесли Берию, потом снесли Маленкова, и потом также снесли Хрущева, и началось вот это вот длинное брежневское правление. Вот таким был сегодня мой выпуск про смерть Сталина и борьбу за власть после его смерти. Спасибо, что смотрите. Слушайте, я честно хочу сказать вам, что я не ожидал, что такие количества просмотров будут Каспора Хаузера. Мне эта история самому дико понравилась, и мы, конечно, сделаем из нее отдельный формат таких вот исторических вещей. Спасибо, что смотрите канал, лайкайте и подписывайтесь. Спасибо большое.